Во время прямого эфира с губернатором Курской области в редакцию телеканала позвонили жители поселка Ворошнево и рассказали, что у них до сих пор нет отопления. Александр Михайлов взял ситуацию под контроль. Наша съемочная группа узнала подробности на месте. Несмотря на начало отопительного сезона, работа по установке газовых котлов для поквартирного отопления в поселке Ворошнево в самом разгаре. Местные власти уверяют, другого выхода, кроме как перевести всех жителей на поквартирное отопление не было. Все теплосети, а их у нас находятся на балансе в пределах 4,5 тысяч метров, они построены где-то с 1985 года. То есть они фактически, износ их и моральный, и физический составляет 100%. Чтобы установить поквартирное отопление, Тамара Анучина взяла кредит в банке. Она уверена, размер квартплаты станет в разы меньше. Раньше за тепло отдавала по 3 тысячи рублей в месяц. Сегодня хозяйка сама решает, какой температуры будут батареи в квартире. Вчера только подключили газовую колонку, котел, и начало действовать отопление. Но сегодня, ночь она прогрелась, я встала, очень жарко на улице, прекрасная погода, и я его выключила. Для того, чтобы мне его включить, я нажимаю кнопочку раз, два, выставляется температура, и пошел котел, горелка зажглась, и все. Тем, кому не по плечу оплатить оборудование и работы, помогают районные и местные власти. Работа в поселке начались еще в мае. Однако многие квартиры не готовы к холодам. В областном комитете ЖКХ считают, что были как объективные, так и субъективные причины, по которым процесс затянулся. Есть же люди, которые схватились за голову только в конце сентября, когда до допительного сезона осталась неделя. И таких людей порядка 20%. И в ажиотажном, можно сказать, паническом характером управляющие эти компании, наши организации специализировали, стали эти работы проводить. Кстати, сама администрация поселка тоже без отопления. Зато новенькая котельная детского сада готова к работе уже давно. Чтобы полностью завершить монтаж, необходимо увеличить число бригад. Было написано обращение или, можно сказать, заявление подрядной организации, чтобы они увеличили. И они идут навстречу и увеличатся еще на две, а то, возможно, и на три бригады. Для того, чтобы закончить, переходить на поквартирное отопление, это 10-12 дней, 10-14 дней где-то нам будет. Главная задача сегодня – завершить все работы до прихода холодов, которые уже не за горами. И об этом не стоит забывать ни местным властям, ни простым жителям. Юлия Матвеева, Тарас Степаненко, Геннадий Воробьев, телеканал «СЕИМ». Юлия Матвеева, Тарас Степаненко, Геннадий Воробьев, телеканал «СЕИМ». Юлия Матвеева, Тарас Степаненко, Геннадий Воробьев. Продолжение следует...